Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Как подняться от неудач к успеху в продажах? Фрэнк Бэджер Текст читает Андрей Крупник Хейзл, моей жене, чья поддержка, помощь и одобрение, помогли появиться этой книге. Мои мысли об этой книге. С Фрэнком Бэджером, автором самой полезной и увлекательной книги об искусстве торговать, я познакомился в 1917 году. Жизненный путь этого человека начинался с больших трудностей, связанных с тем, что парень не имел практически никакого образования. Он даже не окончил среднюю школу. Однако история его жизни – ярчайший пример карьеры преуспевающего американского коммерсанта. Отца своего Фрэнк практически не помнил, поскольку тот умер, когда он был маленьким мальчиком. В семье осталось пятеро детей. Именно поэтому у Фрэнка не было возможности учиться. Уже в одиннадцать лет он был вынужден вставать в половине пятого утра и отправляться продавать газеты. Так он помогал матери, бедной вдове, зарабатывавшей на жизнь стиркой и шитьем. Вспоминая об этом периоде жизни, Бэджер рассказывал, что часто бывал голоден, а кукурузные хлопья с молоком были его основным блюдом на ужин. Его школьное образование закончилось в четырнадцать лет. Бросив школу, он был вынужден стать рабочим самой низкой квалификации – помощником слесаря-водопроводчика. В дальнейшем ему очень помогло увлечение бейсболом. К восемнадцати годам он стал профессиональным игроком в команде Сент-Луис Кардиналс. Он выступал за честь этой команды в течение двух лет, практически до тех пор, пока не повредил себе руку в матче против команды «Чикагские бычки», после чего бейсбол ему пришлось оставить. Из Чикаго он вернулся в свою родную Филадельфию и начал все заново. Именно в этот момент я с ним и познакомился. Фрэнку было тогда двадцать девять лет. Он начинал карьеру страхового агента и, надо сказать, достаточно неудачно, особенно по части торговли. Однако, невзирая ни на что, за последующие двенадцать лет своей жизни он все же заработал достаточно, чтобы обеспечить себе беззаботную жизнь. Он смог купить поместье за семьдесят тысяч долларов, огромную по тем временам сумму. В сорок лет он мог даже позволить себе вообще не работать. В том, что я рассказал, я уверен, так как был очевидцем всех событий. На моих глазах он превратился из полного неудачника в самого преуспевающего и высокооплачиваемого торгового агента Америки. Следуя фактам, скажу, что именно я предложил ему рассказать историю своей жизни слушателям курсов, где читал лекции сам. Курсы эти были рассчитаны на одну неделю и проходили под эгидой младшей торговой палаты США. Лекции объединяла основная тема – подготовка руководящих сотрудников фирм к диалогу и искусству проведения торговых сделок. По моему твердому убеждению, Фрэнк Бэджер заслужил право высказываться и писать на эту тему. Ведь за 25 лет своей неустанной деятельности лично он заключил не менее 40 тысяч сделок, что эквивалентно пяти ежедневным визитам на оформление договоров и прочих документов. Первая глава книги, первая идея, принесшая мне материальные блага и счастья, для меня ничто иное, как вдохновенный гимн энтузиазму, не имеющему аналогичных примеров. Именно исключительно фанатичный энтузиазм вырвал Фрэнка Бэджера из рядов неудачников. И самым высокооплачиваемым торговым агентом страны мой друг стал только благодаря своему неиссякаемому энтузиазму. Я был очевидцем первого публичного выступления Фрэнка. В дальнейшем я также был свидетелем того, как он очаровывал и вдохновлял огромные аудитории от Портланда, штат Орегон, до Майами, штат Флорида. Эффект от его выступлений был ошеломляющий. Именно поэтому я и уговорил Фрэнка написать книгу. Я хотел, чтобы он поделился своим опытом, технологией и философией коммерции не только с трибуны. Его аудитория должна была быть гораздо больше. Моё желание, наконец, осуществилось. Самая полезная и увлекательная книга об искусстве заключения торговых сделок была написана и напечатана. Это самая умная книга, которую я когда-либо читал. Она должна помочь всем агентам по продаже, независимо от вида товара, который они предлагают. Она должна учить их даже после того, как Фрэнка Бэджера не станет в живых. Если бы я имел возможность заполучить её в начале собственной карьеры, то с радостью прошёл бы пешком от Чикаго до Нью-Йорка ради того, чтобы прочесть хотя бы единственный её экземпляр. Но тогда её ещё не было. Теперь эта книга есть. И я прочёл её на одном дыхании, от первой страницы до последней. Рекомендую её вам с огромным воодушевлением. Дэйл Карнеги Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки. Часть первая. Мои идеи, благодаря которым я покинул ряды неудачников. Глава первая. Первая идея, принёсшая мне материальные блага и счастья. В то время, когда я был профессиональным игроком в бейсбол, мне выпало пережить первое и достаточно сильное потрясение в моей жизни. Произошло это в 1907 году, когда я играл за Джонстаун, штат Пенсильвания, в лиге, куда входили команды трёх штатов. Я был молотый, честолюбив, меня манили вершины счастья и славы. Но случилось невероятное. Меня выгнали из команды. Однако, благодаря именно этому случаю, я написал эту книгу для вас. Я вынужден был идти к менеджеру и выяснять, что случилось. По утверждению менеджера, его звали Бёрд, меня выгнали с работы по весьма серьёзной причине. Руководство клуба пришло к выводу, что я... Ленив. Я был готов ко всему, но только не к такому ответу. «Твоя лень буквально бросается в глаза», — сказал мне менеджер. «Ты передвигаешься по полю, будто ветеран, который играл с мячом по крайней мере 20 лет». Всё дело вовсе не в лени, а в том, что я очень нервничаю, поскольку боюсь толпы. Я не хочу, чтобы это увидели игроки команды, поэтому двигаюсь в несколько замедленном темпе. Так я пытался спасти своё участие в команде, обращаясь чуть ли не с мольбой к менеджеру. Однако сделать уже ничего нельзя было, а менеджер оказался просто неумолим. По его мнению, я потерялся как игрок безвозвратно. На прощание он посоветовал мне проснуться и, где бы я ни работал, проявлять побольше энтузиазма и активности. Моя зарплата в Джонстауне составляла 175 долларов в месяц. После того, как меня выставили за дверь, я перебрался в Честер, штат Пенсильвания. В Атлантической лиге, за которую я стал играть, мне платили всего лишь 25 долларов. Согласитесь, что такая сумма энтузиазма не прибавит. Однако я решил действовать. Прошло всего лишь три дня, когда старый игрок Дэнни Миган подошёл ко мне с вопросом. «Как ты оказался в этой лиге, Фрэнк?» Я не знал, что ему ответить и сказал, что не знаю, где найти место получше. В течение недели Дэнни уговаривал команду из Нью-Хэвена, штат Коннектикут, включить меня в состав хотя бы на одну игру. Мне предложили испытание. Это был действительно шанс, и я запомнил этот день навсегда. В этой лиге меня никто не знал, а значит, не знал и того, что я удостоен звания «ленивый игрок». Именно поэтому я решил создать себе репутацию самого энергичного игрока в Лиге Новой Англии. Я просто не имел права ударить в грязь лицом. Я появился на поле и с первой же минуты стал играть так, будто меня питает миллион батареек. Я носился по площадке и бросал мяч так быстро, что представлял опасность для инфилдеров. Я мог сбить их с ног. Был в игре такой эпизод. Оказавшись в окружении, я проскользнул в третий дом с таким напором, что третий бейсман выронил мяч, а я заработал в забеге очень важное очко. На самом деле, это было всего лишь спектаклем. Я все это разыгрывал. К тому же стояла страшная жара, 38 градусов по Цельсию. Я мог запросто получить солнечный или тепловой удар, ведь я носился по полю со скоростью молнии. Насколько это сработало? Очень даже сработало. Просто фантастично. Причем сработало не один раз, а трижды. Во-первых, проявленный энтузиазм мгновенно и безвозвратно поборол мой страх, а собственная нервозность стала работать на меня. В результате я сыграл гораздо лучше, чем мог. Так что, если вы человек нервный, не бойтесь этого ни в коем случае. Используйте свою нервозность для личного блага. Сделайте так, чтобы ваши нервы работали на вас. Во-вторых, мой энтузиазм передался и другим игрокам команды. Все просто заразились им. Мы все стали очень активными на поле. В-третьих, я мог свалиться на поле от жары, но этого не случилось. Это значит, что мое физическое состояние было адекватным условием игры. После матча я даже почувствовал себя гораздо лучше, чем до него. Но основной триумф ожидал меня на следующее утро. В Нью-Хейвенской газете я собственными глазами прочел «Этот новый игрок Бэджер – просто источник энтузиазма. Он не только превосходно играл сам, но и вдохновил остальных игроков. Они не просто выиграли матч, но и показали лучшую игру в сезоне». Все газеты дали мне новое имя – Бэджер Перец. Я стал душой команды. Через некоторое время я отослал собранные газетные вырезки со статьями обо мне Берту Конну, тому самому менеджеру из Джонстауна. Я представил себе его физиономию, когда он рассматривал эти публикации. Этот лентяй Бэджер получил прозвище Перец вовсе не за ту лень, из-за которой всего лишь три недели назад ты выгнал его из команды. Именно эти слова я хотел сказать и ему, и всем остальным. Через 10 дней, благодаря моему энтузиазму, я зарабатывал уже 185 долларов в неделю. Получалось, что мой доход вырос на 700%. Хочу подчеркнуть еще раз – только лишь решимость действовать более энергично увеличила мой доход на 700%. Такая фантастическая прибавка к жалованию досталась мне не потому, что я стал лучше бросать мяч или ловить его. Моя техника игры практически осталась на том же уровне. Я по-прежнему помнил, что еще два года назад я мечтал зарабатывать 25 долларов в месяц в честерской команде аутсайдеров. В то время я играл в третьем доме за кардиналов из Сент-Луиса. Теперь же мой доход вырос в 30 раз. И самое удивительное в том, что сделать это мне удалось буквально на чистом энтузиазме. В течение двух последующих лет обстоятельства складывались весьма благоприятно. Но однажды во время игры в Чикаго в команде чикагских бычков со мной все же случилось несчастье. Во время очередного броска у меня в плече что-то хрустнуло. В результате полученной травмы я вынужден был оставить бейсбол окончательно. В то время я воспринял случившуюся как страшную трагедию. Сейчас же я считаю именно этот случай самым счастливым событием в моей судьбе. В конечном итоге я вернулся домой и последующие два года зарабатывал на жизнь тем, что разъезжал по Филадельфии на велосипеде и собирал с жителей плату за кредит местному мебельному концерну. Мой заработок был настолько мизерным, что даже разница в один доллар не позволяла мне свести концы с концами. Это были беспросветные годы. Но последующие 10 месяцев оказались еще более унылыми. В это время я решил попробовать себя в качестве налогового инспектора в одной из компаний по страхованию жизни. Мне казалось, что эти 10 месяцев никогда не закончатся. В итоге и здесь я потерпел полный провал и сделал вывод, что вообще не способен к работе агента, особенно по продаже. Я решил наняться матросом на торговое судно и стал изучать соответствующие объявления. К этому времени я твердо знал, что за какую бы работу я ни взялся, я должен был преодолеть этот комплекс страха, который засел во мне достаточно прочно. Именно поэтому я записался на курсы к Дэйлу Карнеги. Я решил начать с обучения ораторскому мастерству. На одном из вечерних занятий мистер Карнеги прервал меня на полусловие и задал вопрос. «Мистер Бэджер, вам интересно то, о чем вы говорите слушателям?» Я заверил его, что это именно так. «Я вынужден дать вам один совет», — сказал мистер Карнеги. «Вы должны говорить с энтузиазмом. На что вы рассчитываете? Ведь вы не вкладываете в свое выступление ни капли энергии. Ваша речь безжизненна и бесстрастна». Свой урок Дэйл Карнеги продолжил перед всей группой. Его речь была просто ошеломляющей. Во время выступления он даже швырнул стул в стенку с такой силой, что сломалась ножка. Вот какого возбуждения достиг лектор. Этот вечер я провел в раздумьях, осмысливая происшедшее. В мыслях я возвращался к своим бейсбольным дням в Джонстауне и Нью-Хейвене. Я окончательно понял, что та ошибка, которая могла стоить мне карьеры бейсболиста, способна погубить любую другую мою карьеру, особенно коммерческого агента. В итоге решение, принятое мною в ту, можно сказать, судьбоносную ночь, изменило мою дальнейшую жизнь окончательно. Все было достаточно просто. Я должен вложить в продажу страховок столько же энтузиазма, сколько вложил в ту знаменитую игру в бейсбольном матче, когда выступал за команду Нью-Хейвена. В памяти на всю жизнь остался и мой последующий визит к клиенту. Это была моя первая победа. Я решил доказать своему потенциальному клиенту, что ему повезло с агентом. Это самый энергичный агент, с которым он когда-либо имел дело. В возбуждении я даже стучал кулаком, подсознательно ожидая, что клиент вот-вот прервет меня, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Однако этого не случилось. Более того, на клиента моя энергия оказала благоприятное воздействие. Он даже выпрямился и шире раскрыл глаза, но он ни разу не прервал меня, всего лишь задавал вопросы. В результате человек застраховался. Я хорошо помню его имя. Это Эл Эммонс, зерноторговец из Брусбилдинг в Филадельфии. Вскоре мы стали приятелями и даже друзьями. Именно с этого дня я стал успешно продавать страховки. Магия энтузиазма возымела свое действие. Все заработало в мою пользу точно так же, как это случилось на бейсбольном матче. Однако вы не должны думать, что энтузиазм — это стучание кулаком по столу. Но если этот прием поможет вам зажечь внутренний огонь в себе, то стукнуть по столу очень даже стоит. Однако надо точно знать, когда следует воспользоваться этим необычным приемом, обеспечивающим ваш внутренний подъем. За 32 года торговым агентом я много раз убеждался и наблюдал, как энтузиазм удваивал и утраивал доходы коммерсантов, а его полное отсутствие, наоборот, приводило к неминуемому разорению. С тех пор я твердо убежден, что энтузиазм — важнейший фактор успеха в коммерции. К примеру, мне известен человек, который без особого труда мог написать хорошую книгу о своей работе, хотя сам не мог заработать даже на достойную жизнь, торгуя страховками. И все потому, что сделал он свое дело без уже знаменитого энтузиазма. Мне известен также другой агент, который не владел и десятой долей необходимой информации о страховании. Однако он проявлял в делах столько энтузиазма, что сделал себе состояние и ушел на отдых через 20 лет. Его имя — Стэнли Геттис. Сейчас он живет в Майами-Бич, штат Флорида. Его успех — ярчайший пример энтузиазма. Резонный вопрос — надо ли родиться с этим качеством? Или его можно в себе воспитать, выработать? Однозначно, что с энтузиазмом никто не рождается. Это качество вырабатывается только силой воли. Так поступил Стэнли Геттис. Он заставлял себя работать только с энтузиазмом. Поставив его во главу угла, все остальные качества оказались второстепенными. В его жизненной программе была одна достаточно странная вещь. Каждое утро в течение 20 лет он читал одно и то же стихотворение. Он установил, что повторение стихотворения на протяжении дня помогало поддерживать высокий уровень энтузиазма. Я посчитал это стихотворение настолько вдохновенным, что отпечатал его на специальных карточках и раздавал своим слушателям. Его автор — Герберт Кауфман. Название стихотворения весьма символично. Победа Он — человек, который уверял, что вершины достигнет, что это непременно случится в один прекрасный день. Сам же устроил театр, представление, желая доказать всем величие свое и доказать, что способен на все. Целый год нами прожит, и пора подытожить, сколько славных ты дел совершил, сколько идей ты имеешь в запасе. Много ли сил ты потратил на дерзновение и на свершение? Где пропадал ты так долго? Ответь! Мы не нашли тебя среди героев. Как расценить столь печальный исход твоих смелых идей? Все нам понятно и просто. Это был твой предел. Жаль нам с тобой расставаться. К тому же, ты, как всегда, не удел. Я советую вам выучить это стихотворение и повторять его каждый день, как это делал Стэнли Геттис. Так же, как и вы, я читал много литературы о бизнесе. Одно из высказываний Уолтера Крайслера произвело на меня сильнейшее впечатление. Я прочитал его не менее сорока раз. Я могу процитировать его наизусть в любое время суток. И я советовал бы знать его каждому бизнесмену. А заключается оно в следующем. Когда Уолтера Крайслера спросили, в чем, по его мнению, заключается секрет успеха, он назвал много качеств. Знания в сфере деятельности, неустанное трудолюбие и энергичность, физическая выносливость. Но особо он выделил непременные условия успеха в любом деле. Это энтузиазм. Без этого качества настоящий успех невозможен, сказал Крайслер. И не просто энтузиазм, а возбуждение. Когда вы возбуждены, вы возбуждаете своих клиентов. Только так можно сделать бизнес. Ученые и бизнесмены пришли к единому мнению, что энтузиазм – одно из важнейших и высокооплачиваемых качеств. Это неспроста, а весь секрет в том, что это качество очень заразительно. Если вы полны энтузиазма, то у вас имеется достаточно высокий шанс заразить им своего клиента и даже целую группу одновременно. Даже если вам будет трудно изложить свои мысли логично, энтузиазм все равно сработает. А иначе весь ваш труд окажется напрасным. Энтузиазм имеет не только внешние проявления. Это вовсе не обязательно. Он должен постоянно присутствовать внутри вас. Даже если вы будете заниматься обычными домашними делами, но вас в это время посетит гениальная идея, то и тут вам на помощь придет энтузиазм. Остановить вас будет невозможно, поскольку идея, соединенная с энтузиазмом, начнет развиваться очень стремительно. Энтузиазм будет работать на вас. И последнее. Энтузиазм поможет вам преодолеть страх неудачи. Вы заработаете много денег и сможете насладиться материальными благами. Вы будете счастливы. Начать стоит прямо сейчас. Просто дайте себе нужную установку. Это я смогу и сделаю. Соблюдайте всего лишь одно правило. Действуя с энтузиазмом, станешь энтузиастом. Соблюдать это правило надо не менее 30 дней подряд. Готовьтесь к разительным переменам в собственной жизни. У вас есть верный шанс перевернуть ее полностью. Рано утром, стоя на цыпочках, повторяйте страстно жестикулируя и с силой всего энтузиазма, который у вас имеется именно в начале дня, следующие слова. Я действую только с энтузиазмом и стану энтузиастом. Я рекомендую прослушать именно эту главу из книги Фрэнка Бэджера несколько раз. Вы непременно примете наилучшее и мудрейшее решение увеличить собственный энтузиазм настолько, сколько его уже было в вашей жизни и работе. Если вам это удастся, вам обеспечен успех. Вы станете и богаты, и счастливы. Дэйл Карнеги Глава вторая Эта идея вернула меня в бизнес Исходя из опыта прожитых лет, я сделал вывод, что жизнь мою изменяли, как ни странно, мелочи. Как я уже говорил, все 10 месяцев работы страховым агентом были настолько унылыми и безуспешными, что я уже ни на что не надеялся. Я оставил эту службу и занялся поисками места матроса на торговом судне. Я надеялся, что с этой работой я справлюсь получше, поскольку еще ребенком работал на американскую радиаторную компанию, где в мои обязанности входило заколачивать гвозди в ящики и надписывать их через трафарет перед отправкой. Поскольку образования у меня не было никакого, я мог рассчитывать только на подобную работу. Однако все мои старания оказались напрасными. Даже место матроса я найти не смог. Я пребывал в полном отчаянии и практически был уверен в том, что мне снова придется крутить педали велосипеда, собирая кредиты для Джорджа Келли. Я мечтал получать хотя бы прежние 18 долларов недельного жалования. В одно прекрасное утро я вынужден был зайти в страховую компанию. Мне нужно было забрать оставленные там личные вещи — авторучку, перочинный ножик и еще кое-что. Я решил, что забегу туда буквально на несколько минут. В то время, пока я рылся в столе, президент компании, мистер Уолтер Леммор Талбот и все его сотрудники-агенты собрались на совещание. Уйти незаметно уже не получалось, поэтому я был вынужден остаться. Невольно я стал прислушиваться к тому, о чем говорят торговые агенты. Чем больше я вслушивался в их выступления, тем сильнее меня это захватывало. Ведь они говорили о знакомых мне вещах. Но больше всего меня поразило то, что сказал президент компании Талбот. «Одна его фраза оказала огромнейшее влияние на мои последующие 30 лет жизни». Вот это знаменитое высказывание. «Джентльмены, в итоге все сводится к одной простой вещи. Это общение с людьми. Если вы покажете мне агента, который ходит по домам и искренне беседует о жизни с четырьмя или пятью гражданами ежедневно, то я покажу вам человека, который легко поправит свои дела». Услышав эту фразу, я даже вскочил со стула. Я мгновенно понял все, о чем говорил мистер Талбот. Этот человек начал работать на компанию, когда ему исполнилось всего лишь 11 лет. Много лет он сам ходил по домам и продавал страховки. Затем работал практически в каждом отделе компании. Все то, о чем он говорил, было им прожито. Для меня это было словно яркое солнце после грозы. Я решил, что все это сказано для меня. Я подумал, «У тебя, Фрэнк Бэджер, здоровые ноги, ты с успехом можешь ходить по домам и беседовать о жизни с четырьмя-пятью клиентами ежедневно. Дела у тебя непременно пойдут на лад». «Так считает мистер Талбот». После принятия этого решения я почувствовал себя вполне счастливым человеком. Я испытал огромное облегчение, поскольку уже твердо знал, успех ждет меня. До Нового года оставалось два с половиной месяца. Я стал вести книгу записей своих визитов к клиентам. Я должен был быть уверен в том, что действительно побеседовал с четырьмя-пятью клиентами в день. Благодаря этим записям я понял, что количество таких визитов может стать намного больше. Одновременно я сделал вывод, что это колоссальная работа и что раньше у меня было очень мало клиентов. За истекшие 10 недель я продал страховок на 51 тысячу долларов. Это больше, чем было сделано мной за 10 месяцев. Но все равно этот результат был скромным. Однако я уже уверился в том, что мистер Талбот знал, о чем говорил. И главный мой вывод — я могу работать. Я решил, что время мое имеет ценность, и не стоит его тратить зря. Надо увеличивать количество клиентов. Я решил также не вести больше свои записи. Но спустя какое-то время меня постигло разочарование, поскольку дела мои почему-то пошли на спад. Практически я вернулся в то положение, с которого начал. Однажды в субботу я приехал в фирму и заперся в конференц-зале. Три часа подряд я бился над одним и тем же вопросом. Что привело мои дела в упадок? В конце концов, после столь длительных раздумий, я пришел к выводу, что очень мало общался с людьми. Я должен заставить себя это сделать, убеждал я сам себя. Ведь я не лентяй, вдобавок мне очень нужны деньги. Я решил продолжить свои записи визитов к клиентам. Ровно через год я выступал перед сотрудниками нашего агентства и рассказывал о своих делах, вернее, о собственном энтузиазме. Благодаря своим скрупулезным записям я подсчитал, что за один год сделал 1849 визитов. Моими собеседниками были 828 человек. Я заключил 65 сделок и заработал 4251 доллар комиссионных. Не составило никакого труда подсчитать, сколько стоит каждый визит. Мой чистый доход составил 2 доллара 30 центов за визит. Это колоссальные цифры. А ведь всего год назад я был в таком унынии, что практически бросил эту работу. Сейчас же я без особого труда зарабатывал неплохие деньги. Не хватало слов, чтобы выразить все те чувства, которые я испытывал. Мною владеет желание показать вам, как при помощи записей я увеличил свои доходы с 2 долларов 30 центов до 19 долларов за визит. По прошествии короткого времени я сократил средний показатель своей работы от одной заключенной сделки из 29 до одной из 25, далее до одной из 10, а в итоге до одной из трех. Приведу всего лишь один пример. Записи показывали, что после первого визита к клиентам я заключал 70% своих сделок, 23% после второго, а оставшиеся 7% заключались после многократных посещений клиентов. Получалось, что 50% моего времени уходило на оставшиеся 7%. Разумно ли тратить столько времени на столь ничтожный процент, думал я? Необходимо заключать все сделки после первого или второго визита. Именно это решение увеличило стоимость каждого визита с 2 долларов 80 центов до 4 долларов 27 центов. Я понял также, что без соответствующих записей трудно обнаружить собственные ошибки. К тому же мои выводы подтвердил один из величайших торговых агентов мира, Клей Халмин. Он утверждал, что несколько раз терпел неудачи, пока также не стал делать записи. Я даже вспомнил одно правило, которое было главным в бейсболе. Не размахнешься, не ударишь. В команде кардиналов играл крайний правый по имени Стив Эванс. Парень был высоким и сильным, и удар его был таким же мощным. Однако у него была дурная привычка ждать. Он всегда пропускал парочку ударов и лишь потом начинал замахиваться. Я никогда не забуду одну очень важную игру в Сент-Луисе. Стив должен был бить битой на девятой подаче при двух аутах и с полными домами. Победу принес бы любой удар. Выбрав свою любимую биту, Стив зашагал к главному дому. Публика кричала и требовала нанести удар по первому мячу. Однако Стив не спешил. Он занял позицию в доме и собирался отбить первый мяч. Когда мяч просвистел через центр дома, Эванс не снял даже бит из плеча. Судья объявил первый промах. Игроки и болельщики буквально умоляли Стива ударить по следующему мячу. Стив укрепил свои позиции на площадке. Мяч пролетел прямо через центр, но Стив опять не ударил. Судья объявил второй промах. Наш менеджер, Роджер Бреснаган, сидевший в это время на тренерской скамейке, вскочил и заорал. «Эванс, какого черта ты ждешь?» В ответ Стив с раздражением крикнул «Первого и пятнадцатого, да будет тебе известно!» В эти числа мы получали зарплату. Именно поэтому я вспоминаю Стива Эванса, когда вижу наших торговых агентов, раскладывающих пассианс из визиток в разгар рабочего времени. А слова менеджера «Какого черта ты ждешь?» Эванс до сих пор стоят у меня в ушах. Бизнес и коммерция станут простым делом только в том случае, если ты трудишься как следует. Но если ты работаешь спустя рукава, то эта работа для тебя не посильна. Здесь даже уместно обратиться к медицине. Хорошо известно, что врач не лечит само заболевание, а его причину. Практически тоже и в бизнесе. Невозможно получить комиссионный, не заключив сделку. Настоящая сделка невозможна без выписки счета. Невозможно выписать счет, не побеседовав с клиентом. Разговор с клиентом невозможен без визита к нему. В этом главная суть обсуждаемого вопроса. Основой бизнеса, связанного с продажей, являются прежде всего визиты к клиентам. Глава третья. Один случай, который привел меня к победе над собой. В начале мой заработок был настолько мал, что я вынужден был подрабатывать. У меня было полставки тренера в бейсбольной команде колледжа Суортмор. В это время я получил приглашение из города Честер, штат Пенсильвания, от отделения Христианского союза молодых людей. Они просили почитать лекцию, в названии которой были три буквы Ч. Чистая жизнь, чистый характер, чистый спорт. Я прочел письмо и решил, что не в состоянии это сделать, поскольку у меня просто не хватало смелости. Я не мог достаточно убедительно беседовать даже с одним человеком, не то что с большой аудиторией. Но в то же время я начинал понимать, что не смогу улучшить свои дела, если не преодолею собственные робость и страх в общении с незнакомыми людьми. На следующий день я отыскал помещение Христианского союза на Арч-стрит 1421 в Филадельфии и объяснил директору по учебной части причину своего отказа. Одновременно я попросил у него помощи со специальными курсами. Он любезно уверил меня, что у них есть именно то, что мне требовалось. Длинный коридор, по которому я шел вслед за директором, привел нас в комнату, где собралась группа мужчин. Один из них только что закончил свою речь, а его коллега уже выступал с критикой предыдущего оратора. Мы устроились у стены, и директор шепотом сказал мне, что это и есть курсы ораторского мастерства. Мне не только не доводилось ранее бывать на таких курсах, но я даже не слышал о них. Очередной оратор стал произносить свою речь. Впечатление было ужасным, однако именно это успокоило меня, потому что в своих речах я был не намного лучше выступающего. Вскоре директор представил меня человеку, выступавшему с критикой предыдущих ораторов. Это был Дейл Карнеги. «Мне необходимо заниматься на ваших курсах», сходу заявил я. «Но мы уже на середине обучения», возразил Карнеги. «Вам лучше подождать до января, когда мы будем набирать следующую группу». Я решительно сказал «нет». Тогда Карнеги улыбнулся и объявил меня следующим оратором. «Мне трудно описать тот ужас, который меня охватил». Кое-как я все же сумел рассказать свою историю появления перед слушающей меня аудиторией, в сущности мое выступление было ужасным, но оно явилось огромной победой над собой, ведь до этого случая у меня не хватало смелости даже громко поздороваться с присутствующими. Все это случилось 30 лет назад, и хотя я пишу эти строки сейчас, спустя десятилетия, я отчетливо помню все события, положившие начало новому периоду моей жизни. Я записался на курсы и стал их регулярным посетителем. Через два месяца я поехал в Честер с выступлением. Я легко делился опытом со своими слушателями. Я рассказал им о своей спортивной карьере, о своем друге Миллере Хагенсе, с которым мы долго жили в одной комнате. Не забыл я и о том, как попал в высшую лигу вместе с Кристи Матюсоном. Я говорил без перерыва полчаса и сам сильно этому удивлялся. Но еще больше удивляло то, что после выступления ко мне подходили слушатели, человек двадцать, тридцать, они пожимали мне руку и благодарили за рассказ. Это был первый и потому незабываемый триумф в моей жизни. Именно он вселил в меня чувство уверенности в собственных силах. Все это казалось нереальным, сказочным. На самом деле так оно и было. Ведь еще каких-нибудь два месяца назад я боялся обратиться к начальству, а теперь сам стоял перед аудиторией из ста человек. Я не просто говорил, я полностью владел их вниманием. Я выступал всего лишь 25 минут, но это сделало меня популярным гораздо быстрее, чем если бы я молча сидел на лекциях в течение многих месяцев. Даже известный адвокат Бортон Уикс округ Делавер, председательствовавший на встрече, признал меня сразу и проводил два к зала. На прощание он пожал мне руку, искренне поблагодарил за выступление и, конечно же, пригласил приехать снова, как только будет малейшая возможность. Удобный случай посетить Честер представился достаточно скоро, и я им с удовольствием воспользовался. В дальнейшем Бортон Уикс возглавил Кингстаунский автомобильный клуб, второй по величине в мире. Кроме того, Бортон Уикс стал моим лучшим другом и влиятельным партнером в бизнесе. Это знакомство было выгодным для меня, однако это было ничто в сравнении с той уверенностью в себе и смелостью, которые я приобрел во время учебы на курсах. Обретенные мною качества дали возможность развиваться моим мыслям не только в голове. Я мог теперь выражать их вслух в очень убедительной форме и делал это с завидным энтузиазмом. Таким способом я победил своего злейшего врага. Страх перед аудиторией. Я стал человеком уверенным в себе. Вот почему я советую всем и мужчинам и женщинам, кому не хватает смелости и уверенности, незамедлительно записаться на самые престижные курсы ораторского мастерства. Ни в коем случае не следует идти на курсы, где просто читают лекции, а вы сидите и только слушаете. Надо идти туда, где вы сможете выступать перед аудиторией каждый вечер. Только так, через мастерство публичных выступлений вы избавитесь от своих комплексов. Случается, что трудно найти подходящие курсы. В этом случае я посоветую вам поступить так, как это сделал в свое время Бен Франклин. Он хорошо понимал ценность выступлений перед публикой и организовал в своем городе для этой цели специальный кружок джунто. Специальный председательствующий должен назначаться на неделю или месяц. Не стоит отчаиваться, если не найдете опытного оратора. Еще 200 лет назад сами участники кружка джунто с успехом критиковали друг друга. Многие из членов нашей группы, достигшие наибольшего успеха, нашли практическое применение своим навыкам. Несмотря на собственную неуверенность, мое желание выступать перед публикой все возрастало. Я стал преподавать в воскресной школе, которую посещало 8 мальчиков. В дальнейшем, 9 лет, я был директором этой школы. Этот ценнейший опыт мне затем очень пригодился в общении с влиятельными людьми. Вне всякого сомнения, все люди, имевшие успех в жизни, были смелыми, уверенными в себе, умели убедить окружающих в том, о чем говорили. На собственном опыте я не раз убеждался, что есть только один способ помочь людям быстро победить страх. Это выступление перед аудиторией. Ведь как только у меня прошел страх перед аудиторией, я стал уверенным в разговоре с незнакомыми и влиятельными людьми. Я смог выбраться из той скорлупы, в которую был так долго заключен. Я открыл в себе новые возможности и расширил границы своей деятельности настолько, насколько желал сам. Это была точка отчета в моей карьере. Глава четвертая. Самый верный способ самоорганизации. Через непродолжительное время, изучая собственные записи, я обнаружил, что являюсь чуть ли не самым неорганизованным человеком в мире. Чтобы реабилитировать себя в собственных глазах, мне пришлось поставить цель осуществить две тысячи визитов в год. Средний показатель в неделю должен равняться не менее сорока. Но меня постигло разочарование. Я настолько отстал от назначенного уровня, что стыдился продолжать свои записи. Несмотря на наилучшие намерения, реализовать их мне практически никогда не удавалось. А дело было только в том, что я не умел организовать собственную жизнь. Немного позже, обдумывая и анализируя свою деятельность, я понял, что уделяю недостаточно времени такой важной функции, как планирование. Без особого труда я собирал сорок и даже пятьдесят бланков заявок и был уверен, что готов к работе. Это занимало совсем немного времени. Но схема моей работы, которая включала в себя просмотр записей, внимательное изучение каждого вызова, планирование беседы с каждым клиентом, разработку предложений и, наконец, составление расписания визитов на каждый день недели, требовало четырех-пяти часов напряженного труда. Для этой цели я выбрал субботу и назвал ее днем самоорганизации. Что же дал мне этот план? С утра в понедельник я отправлялся на работу пешком, встречался с клиентами. Наши встречи проходили с большим энтузиазмом, чрезвычайно по-деловому и энергично. Меня радовала каждая беседа, все проходило легко. Происходило так, потому что я был хорошо подготовлен к этим встречам, изучил положение дел, а мои предложения были исключительно результативными. В итоге, в последний день недели, в пятницу, я испытывал большой эмоциональный подъем, утомления не было, хотелось сделать еще больше. В дальнейшем я передвинул день самоорганизации на утро пятницы, а потом понедельника. Я сам удивлялся тому, как много успевал сделать. Я по-прежнему много времени уделял планированию и уже не представлял, как можно обойтись без этого условия. Я понял, что с большим успехом работаю по достаточно напряженному графику четыре с половиной дня в неделю. Раньше я работал всю неделю, но результата практически не было. Частенько я вспоминал слова промышленного магната Генри Доггерти, сказанные им по поводу организации деловой активности. «Мне не составляет проблемы нанять людей. Они могут сделать все, за исключением двух вещей. Думать и осуществлять дела в той последовательности, в которой это необходимо. Ошибка моей прежней деятельности заключалась в том, что в течение многих лет я попросту не занимался планированием. В качестве убедительного примера приведу вам собственный рабочий график на неделю. Не подумайте, что составлен он специально для примера. Это всего лишь несколько страничек из моих рабочих папок. Не лишним будет для вас изучить мои карточки памяти за месяц. Это очень наглядный пример планирования. Не стоит отказываться от моих предложений и возражать, что вы не сможете жить по расписанию, что это будет утомительно. Представьте, что вы уже живете по графику, и если этот график плохо спланирован, то у вас действительно будут проблемы. Для убедительности приведу вам еще один пример. Знакомый мне молодой человек окончил с отличием один старейший и известный колледж. Он занялся коммерцией, возлагая на нее большие надежды. Несколько лет назад он обратился ко мне за советом, поскольку был сильно разочарован. Он спросил, «Мистер Бэджер, вы серьезно считаете меня талантливым торговым агентом?» «Нет, Эд, совершенно честно ответил я. По моему мнению, никто не рождается торговым агентом или кем-то еще. Но ведь я все время работаю, у меня нет времени даже на то, чтобы купить себе галстук. Может быть, я недостаточно хорошо организую свое время? Мне же было известно, что этот молодой человек большой любитель поспать по утрам. Именно по этой причине я посоветовал ему вступить в клуб шести часов. Он очень удивился моему предложению и спросил, что это такое. Я объяснил ему то, что хорошо знал сам. Согласно утверждению Бена Франклина, немногие мужчины доживают до старости и совсем немногие добиваются успеха, если поздно встают. Именно поэтому я переводил свой будильник на полтора часа вперед. Это время я использовал для учебы, что в дальнейшем оказало мне существенную помощь в делах. Эд тотчас же купил будильник и вступил в клуб шести часов. Так же, как и я, субботу он сделал днем самоорганизации. Благодаря этому все его проблемы и трудности закончились. Эд преуспел в торговле, а через несколько лет его назначили менеджером в крупнейшей промышленной компанией на востоке страны. В недавней беседе с одним из руководителей корпорации IBM, компанией уровень подготовки торговых агентов, в которой самый высокий, я спросил, что значит для них недельные графики работы. Он мне ответил, мистер Бэджер, в арсенале наших торговых агентов имеются определенные орудия труда, без которых работа не может быть успешной. Самым главным из них является, пожалуй, расписание работы на неделю. Агент заполняет его лично, указывая всех тех клиентов, с которыми у него назначена встреча в течение недели. Копия такого графика представляется нам заранее. Вы работаете в 79 странах, по этому принципу спросил я далее. Именно так ответил он. Был ли хоть один случай, когда торговый агент отказался составлять график? Это может быть только в одном случае, если такой агент уволен. Именно такими были его слова. Еще один пример. Лоуренс Дулин, один из руководителей филадельфийской компании Fidelity Mutual Life Insurance, в беседе со мной говорил об отношении большинства людей, добившихся успеха, к своему времени. В качестве иллюстрации он поведал следующее. Как-то Ларри связался по телефону со своим менеджером Ричардом Кэмпбеллом, работающим в городе Алтуна, штат Пенсильвания, и попросил назначить встречу на вторник. Он сказал Дику, что в понедельник он будет в Харрисбурге, а во вторник сможет увидеться с ним в Алтуне. Но Дик перенес время встречи на пятницу пополудни. В наступившую пятницу они сели за обеденный стол и Ларри спросил, «Вы отсутствовали всю неделю, Дик?» «Нет», ответил Дик, «я был здесь всю неделю». Ларри сильно удивился и воскликнул, «Вы утверждаете, что во вторник были здесь, в Алтуне». Дик улыбнулся и утвердительно кивнул в ответ. Ларри был очень возмущен и набросился на менеджера. «Я приехал сюда из Цинциннати и сегодня же должен туда вернуться, вы понимаете это? А затем я должен оказаться в Детройте. Вот чего стоила мне наша встреча». Дик Кэмпбелл вынужден был оправдать свой поступок. «Послушайте, Ларри, до того, как вы позвонили мне, я пять часов трудился над составлением плана на неделю. На вторник уже было назначено несколько деловых встреч, и он оказался самым напряженным днем. Встреча с вами могла разрушить весь график. Вы должны простить меня, Ларри. Я вынужден был бы соблюдать этот принцип даже тогда, если бы вместо вас был сам Робертс, президент компании. Я никогда никому и ничему не позволял нарушать мой деловой график, и это стало гарантией моего успеха в бизнесе». Мне Ларри Дулин сказал следующее. «Фрэнк, однако не стал демонстрировать свои эмоции, ведь именно в этом был секрет успеха Дика Кэмпбелла». Когда Ларри рассказывал мне об этом, то сам был полон энтузиазма. Эту историю он рассказывал многим начинающим торговым агентам. Лето 1926 года мне посчастливилось провести на ранчо Итан's Дьют, расположенном у подножия гор Бигхорн, близ города Шеридан, штат Вайоминг. Здесь я встретил одну из самых высокооплачиваемых писательниц Америки, автора более полусотни романов Мэри Робертс Райнхард. Здесь была ее летняя резиденция. Я не стал упускать случаи и расспросил миссис Райнхард о том, как она приобрела столь высокую популярность в области литературы. Передаю дословно ее рассказ. «Я всегда была уверена, что смогу писать романы, если у меня появится достаточно времени. Но у меня на попечении было три сына и муж, а также моя старенькая мама, которая в течение длительного времени была инвалидом. Вдобавок ко всему, во время финансового кризиса мы потеряли все средства и очень нуждались. У меня появились долги, поэтому выход был только один — зарабатывать деньги билетристикой. Я начала с того, что составила расписание, буквально распланировав каждый час недели. Строго в назначенное время я бросала все дела и садилась писать, невзирая на время суток. «Как же у вас хватало сил на такой напряженный график?» спросил я. В ответ она улыбнулась и сказала, «Наоборот, в моей жизни появилась изюминка». Этот ответ, Мэри Робертс Райнхард, меня сильно воодушевил. По возвращении домой я стал еще более тщательно планировать свое время. Я, Фрэнк Бэджер, стал лучше управлять собой и своим временем. Взгляните на типовое еженедельное расписание, оказавшее мне существенную помощь в самоорганизации. В карточке «Запись встреч, бесед и их результатов» отражены результаты планирования и заработанные комиссионные. Смотрите приложение к аудиокниге. Еще в ранней юности я прочел стихотворение Дугласа Малака. Оно настолько впечатлило меня, что я вырезал его и вклеил в свой ежедневник. Вначале я постоянно перечитывал эти строки, а потом запомнил наизусть. Уверен, что оно во многом помогло мне, возможно, пригодится и вам. Быть может, все у вас нормально. И в жизни лично, и в делах, а я устал от невезения и уж не знаю, что не так. Нельзя сказать, что я ленивый, что от работы я бегу, тружусь не меньше, чем другие, достичь успеха не могу. Проходит утро, день и вечер, и ночь немедленно встает, однако все мое стремление мне результатов не дает. Теперь я знаю, в чем причина моих проблем и неудач. мне точный график дела нужен, его я должен составлять. Твои дела всегда в порядке, а у меня проблемы и провал в делах. С утра я бегаю в попытках разобраться и все наладить заново в трудах. я делаю одно, увы, другое нужно было, бросаю дело это, третье начинаю, и вот я выдохся, устал и нет уже желания что-либо делать, мне уж все равно, но все же мысль приходит верная в то время, когда уж кажется, что не спасет меня ничто. Я точный план наметил, быстро к делу, план выполнил и мой успех пришел. Главные идеи первой части Памятки на каждый день Первое. Действуйте энергично и вы станете истинным энтузиастом собственного дела. Поставьте своей целью удвоить энтузиазм, который вкладываете в дело и в собственную жизнь. Если вы сможете воплотить свои намерения в действительность, то непременно удвоите свой доход, а значит и свое счастье. Твердо соблюдайте одно правило. Энтузиастом становится только тот человек, который действует с энтузиазмом. Второе. Всегда помните одно высказывание Уолтера Лемора Табболта. Джентльмены, в итоге все сводится к одной простой вещи. Это общение с людьми. Если вы покажете мне агента, который ходит по домам и искренне беседует о жизни с четырьмя или пятью гражданами ежедневно, то я покажу вам человека, который легко поправит свои дела. Третье. Если вы твердо намерены преодолеть страх и желаете стать смелым и уверенным в себе в короткий срок, немедленно отправляйтесь на курсы ораторского мастерства. Запишитесь только на те курсы, где вы сами будете выступать на каждом занятии, а не только слушать лекции. Как только вас покинет страх перед аудиторией на курсах, вы станете смелым и раскованным в разговоре с клиентами и другими людьми, невзирая на их положение в обществе. Четвертое. Творчество является одним из высших наслаждений в жизни. Осознание того, что творцом являешься ты, это и есть вершина твоих возможностей. Не переставайте работать над тем, чтобы повысить свои аналитические способности, способности выполнять дела в порядке их важности. Существует только один способ не совершить ошибку. Тщательно обдумать и спланировать дела. Назначьте один день в неделю как организационный, чтобы избавиться от постоянной нехватки времени, следует не увеличивать рабочую неделю, а правильно планировать дела. Дорогие слушатели, напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудио формате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего!